Всем привет, это английский на слух, вы на канале онлайн школы Ингликс, меня зовут Костя, и сегодня мы снова в компании друзей. Давайте возьмем первый фрагмент. Давайте теперь переведем каждую фразу, напомню контекст, чтобы было просто понятнее. Еще никто не знает, что Моника и Чендлер встречаются, и они вместе поехали на отдых, но для всех остальных Чендлер отправился на конференцию, а Моника куда-то там по своим делам. Во время отдыха они поссорились, и вот что происходит дальше. Дем ролос, дем, это черт, а ролос это такие конфетки. А все вместе получается дем ролос, то есть чертовы ролос, то есть вот эти конфетки. А в контексте американцы часто используют это слово как просто приветствие. Да, ну здесь можно, наверное, сказать что-то типа, о, you're back, или you are back, ты вернулся. Итого, hey, you're back, о, ты вернулся. И вот заметили, там Чендлер ответил Джоуи тоже этим словом, hey. How was your conference? How was, как была, your conference, твоя конференция. И все вместе лучше, how was your conference, как прошла твоя конференция. Ну тут было несколько фраз, давайте разделим. It was terrible, I fought with my colleagues. It was terrible. Это было ужасно. I fought with, я ссорился с my colleagues, моими коллегами. I fought with, это прошедшее время от I fight with. И здесь глагол to fight использован в значении ругаться. Итак, I fought with, я ругался с my colleagues, со своими коллегами. You know, the entire time, you know, знаешь. И поскольку это такая фраза-паразит, часто ее перевод вообще не нужен. The entire time, все время. Entire, это весь, полный или целый. Are you kidding with this? Are you kidding? Ты прикалываешься with this с этим? Ну и он там роллс вот эти выкидывает. То есть, сколько можно уже конфеты, типа, выковыривать из-под себя. Давайте целиком посмотрим. That was terrible, I fought with my colleagues. Are you kidding with this? Это было ужасно. Я ругался со своими коллегами, ну, типа, все время. Ты что, прикалываешься? Это такое простое междометие, можно перейти как So, что ж, или так получается Your weekend, твои выходные, was, были A total bust, полным провалом. Bust имеет несколько значений. Во-первых, женский бюст, или просто бюст, как произведение скульптуры. А во-вторых, есть такой глагол to bust, взламывать или повреждать что-либо. А еще один из переводов обанкротится. И здесь можно так это перевести, total bust, как полный провал. Еще обратите внимание, что после weekend идет здесь was. Потому что weekend это единственное число, и поэтому was, а не were. Хотя на русский мы переводим weekend во множенном числе как выходные. So, your weekend was a total bust? So, your weekend was a total bust? Так получается, выходные были полным провалом? No, I got to see Donald Trump waiting for an elevator. No, I got to see Donald Trump waiting for an elevator. No, да нет. I get to see, мне удалось увидеть. Donald Trump, я думаю, с этим именем у вас не возникнет проблем. Это Дональд Трамп, waiting for, ждущего, an elevator, lift. I get to see, это такая идиома, и начальная ее форма to get to see. Означает to have the opportunity to witness or see something. То есть иметь возможность быть свидетелем чего-нибудь или увидеть что-то. Эм, нет, мне зато удалось увидеть Дональда Трампа, ожидающего лифт. Hi, привет. И Джоуи отвечает уже знакомую нам фразу. Hey, you're back too. Переведем ее целиком. Ты тоже вернулась. Yeah, um, Чендлер, can I talk to you outside for just a second? Yeah, um, Чендлер, can I talk to you outside for just a second? Yeah, да, um, Чендлер, Чендлер. Can I talk to you? Вот этот оборот давайте полностью переведем. Он пригодится обязательно в общении и может использоваться просто как самостоятельная фраза. Can I talk to you? Могу я с тобой поговорить? И дальше дополнение к этому вопросу. Outside, снаружи, for just a second. На секундочку. Yeah, um, Чендлер, can I talk to you outside for just a second? Да, эм, Чендлер, могу я с тобой поговорить снаружи? Буквально секундочку. Hey, how was your chef thing? Hey, how was your chef thing? Hey, чтобы снова не переводить как hey, давайте заменим на слушай. То есть, hey, слушай. How was, а как была, ну, лучше здесь перевести как вот и было с вопросом Чендлеру. А как прошла? Your chef thing. Твоя шеф-штука. Какая-то штука. Но дело в том, что словом thing, штука, в таком ключе заменяется вот то, вот, куда там Моника по своим делам уехала. Она же шеф-повар. Шеф. Правильно? И тоже могла поехать на конференцию для шефов, например. И вот это Джоуи как раз и имеет в виду и заменил на слово thing. Hey, how was your chef thing? Слушай, ну, как там прошло твое шеф-мероприятие? It was awful. Это было ужасно. Guess some people just don't appreciate really good food. Guess some people just don't appreciate really good food. Guess. Мне кажется, some people, некоторые люди, just don't appreciate, просто не ценят. Really good food. По-настоящему хорошую еду. Well, maybe it was the kind of food that tasted good at first, but then made everybody vomit and have diarrhea. Well, maybe. Что ж, может быть. It was. Это была. The kind of food. Еда такого рода. Вот это выражение, the kind of something, используется, чтобы сказать о чем-то в некотором роде. То есть, такого рода, такого типа или просто такая. Такая еда. Вот здесь the kind of food. Еда такого рода. The tasted good, которая была вкусной, at first, поначалу, but then, но затем, made everybody, заставила всех, vomit, тошнить или рвать, and have diarrhea, и иметь диарею. Ну, это если дословно. А все вместе. Well, maybe it was the kind of food that tasted good at first, but then made everybody vomit and have diarrhea. Ну, может быть, это была такая еда, которая вначале была хорошей на вкус, а потом всех тошнила, и у них случилась диарея. Chandler? Моника. Моника. Чендлер. Чендлер. Моника. Моника. Когда ты понимаешь, как строятся шутки на английском, вот, например, такого рода, как мы разобрали, то от этого в целом становится веселее. Если вы хотите понимать и говорить на английском свободно, то ключ к успеху — это комплексное изучение языка. Именно это предлагает онлайн-школа Ингекс. Для вас подберут квалифицированного преподавателя и составят индивидуальный план занятий, учитывая ваши цели и время. У школы есть собственная онлайн-платформа, она очень удобная, и на ней собраны лучшие методики обучения, плюс множество интерактивных упражнений. Так что попробуйте сами, вам понравится, и такой подход поможет вам быстрее достичь своей цели — свободно говорить на английском. И если вы новичок, тогда у нас есть крутое предложение для вас. При покупке любого пакета занятий используйте промокод Костя, и по нему получите плюс три бесплатных уроков подарок с русскоязычным преподавателем. Ссылку оставили в описании. А теперь продолжим. Ну а теперь давайте переведем этот фрагмент. Хей, уже привычное нам выражение. Приветствую. Хей. Хей, мистер Бэйн. Привет, мистер Бинк. That hotel you stayed at called. That hotel you stayed at called. That hotel you stayed at, в котором ты останавливался. Cold. Звонил. Said someone left an eyelash curler in your room. Said someone. Сказали, что кто-то left an eyelash curler. Оставил зажим для завивки ресниц. Eyelash — это как раз ресница, curler — это бигуди или завивка. In your room. Дальше это продолжение фразы. В твоей комнате. Джоуи еще пока не знает, в чем вся суть. Ну, дадим Чендлеру объясниться. Yes, that was mine. Самое идиотское объяснение, которое он мог придумать. Yes, that was mine. Да, это мои. Ну, то есть, вот эти щипцы для ресниц. Because I figured you hooked up with some girl and she left it there. Because — это сокращение от because, то есть, потому что. I figured — я подумал. To figure out или просто to figure — это полагать, подумать. You hooked up — ты подцепил. To hook up with — это фразовый глагол. И он означает to begin a romantic or sexual relationship with someone. То есть, начать романтические отношения с кем-то, ну, то есть, подцепить кого-то. Это уж, если совсем неформально, сленгово говорить. Hook — это крючок. Крюк. Because I figured you hooked up with... Потому что я подумал, что ты подцепил some girl, какую-то девушку, and she, и она left it there. Оставила это там. Yes, that would've made more sense. Yes, да. That would've — это сокращение от that would have. Могло бы. И давайте теперь следующее слово приплюсуем, потому что эта форма как раз помогает говорить о чем-то, чего не происходило в прошлом. That would've made — это могло бы сделать more sense. Больше смысла. То есть... Yes, that would've made more sense. В этом было бы больше смысла, Чендлер говорит. To make sense — это имеет смысл или придавать смысл или иметь значение. То есть, имеется в виду, вот если бы Чендлер сказал, что он познакомился с какой-то девушкой, и она оставила эти щипцы для завивки ресниц, то это было бы больше похоже на правду. И потому предлагаю все целиком перевести так. Yes, that would've made more sense. Да, это было бы больше похоже на правду. И теперь давайте еще один фрагмент посмотрим, и сейчас будет интересно, потому что вы сможете понять его практически целиком и без перевода. Потому что весь контекст истории мы уже знаем, слова из него мы тоже разобрали, так что просто попробуйте самостоятельно сразу понять смысл. Oh, hey, Monica. I heard you saw Donald Trump at your convention. Yeah, saw him waiting for an elevator. Hey, Rach, can I borrow your eyelash curler? I think I lost mine. Yeah, it's in the back. George, can I talk to you for a second? Blunt! Oh, I need something. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yes. Yes. You? And, and you? Это очень крутой момент, один из любимейших моментов всего этого сезона, ну моих, во всяком случае. Итак, я думаю, что вам практически все уже было понятно. Давайте проверим. Итак, все слова мы уже переводили ранее, осталось только слово convention перевести. Convention это конвенция, ну или собрание, они же там шеф-поварами собирались, правильно? Эй, Моника, я слышала, ты видела Дональда Трампа на своем собрании. Yeah, so I'm waiting for an elevator. Тоже все слова уже знакомы, переведем целиком. Да, видела его, когда он ждал лифт. Hey, Rach, can I borrow your eyelash curler? I think I lost mine. Hey, Rach, hey, Rach, ну, Rach это короткое имя от Rachel, Rachel. Can I borrow, могу я одолжить, your eyelash curler, твои щипцы для ресниц. И второе коротенькое предложение за ним следует. I think, я думаю, I lost mine. Я потеряла свои. Ну, в смысле, щипцы. Yeah, it's in the bathroom. Тоже короткая и понятная фраза. Да, они в ванной. In the bathroom, в ванной. И тот самый мемный момент с Джоуи, обратите внимание на него. Джоуи, can I talk to you for a second? Джоуи, Джоуи, can I talk to you? Могу я с тобой поговорить? Мы эту фразу тоже целиком переводили несколько раньше, так что она вам уже известна. For a second. На секундочку. И вот пока там он вздыхает, Чендлер еще ему говорит. Джоуи, I need to talk to you. Джоуи, то есть Джоуи, I need, мне нужно, to talk to you. Поговорить с тобой. Джоуи, I need to talk to you. Джоуи, мне надо с тобой поговорить. Очень понятно. Yes, yes, да, да. You, and, and you? Ты, и, и ты? Yes, but you cannot tell anyone, no one knows. Yes, but you cannot tell anyone, no one knows. Yes, да, but you, но ты, cannot tell anyone. Не можешь никому говорить. No one knows. Никто не знает. Ну вот согласитесь, в этом эпизоде переводить фразу уже гораздо легче. How, when? How, when, как, когда? It happened in London. In London? It happened in London. Это случилось в Лондоне. In London? В Лондоне? Oh, hey, Monica. I heard you saw Donald Trump at your convention. Yeah, saw him waiting for an elevator. Hey, Rach, can I borrow your eyelash curler? I think I lost mine. Yeah, it's in the back. It's in the back. Joey, can I talk to you for a second? Who? Oh, no, I don't even talk to you. Oh, no, no, I don't even talk to you. Oh, no, no, no. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Oh! Oh! Yes. Спасибо, что посмотрели этот разбор. Если понравилось и было полезно, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Меня зовут Костя. Cheers! Субтитры сделал DimaTorzok